Сегодня очередная насыщенная повестка дня и основной вопрос это вопрос о развитии агропромышленного комплекса на данный момент и перспективы развития на 2023 год. Позиция фракции КПРФ состоит в том, что, к сожалению, в Российской Федерации недофинансируются вопросы сельского хозяйства и результатом этого становится некачественное питание жителей России, результатом этого становится некачественное здоровье жителей России. Изменить ситуацию можно и мы предлагаем поменять финансовую политику, в первую очередь финансового блока Министерства финансов России, направлять на проблемы сельского хозяйства не 480 миллиардов рублей в год, а гораздо большие суммы. Почему мы об этом говорим? К сожалению, жители Российской Федерации питаются сейчас в основном самыми дешевыми и некачественными продуктами. Потребление птицы увеличено, потребление свинины увеличивается, к сожалению, уменьшается потребление говядины, баранины, то есть диетического мяса. И это происходит из-за того, что люди покупают более дешевые продукты. И мы ставим вопрос в Российской Федерации большая проблема с плодородием почвы. Это повсеместно во всех регионах Российской Федерации. И повышение плодородия почвы можно осуществлять только с помощью органических удобрений. Это увеличение поголовья крупного рогатого скота. Правительство, к сожалению, ничего этого не слышит. И ежегодно поголовье крупного рогатого скота уменьшается, уменьшается плодородие почвы. Введена пошлина на вывоз зерна. В результате введения пошлины на вывоз зерна сельхозпроизводители, наши граждане с вами, потеряли в районе 450 миллиардов рублей. 3 тысячи рублей на тонну, 150 миллионов тонн урожая умножьте, и вы получите потери селян из-за этой почвы. Одновременно правительство приняло решение о вводе акциза на жидкую сталь. В результате чего конечная продукция металлоизделия, это трактора комбайны отечественного производства, подорожали из-за этого акциза. И получается, еще более увеличивается диспаритет цен. То есть крестьянин не может получить дополнительную выручку, а государство в виде акциза получило дополнительную прибыль. И кто говорит, что не хватает денег в Российской Федерации? Денег предостаточно. В результате введения государственной почвы на зерно Российская Федерация получила в кубышку деньги. Значит, в результате введения почвы подешевело зерно. Но вы скажите, насколько уменьшилась стоимость конечной буханки хлеба в магазинах? Она не только не уменьшилась, она даже подорожала. В результате деятельности правительства мы видим с вами, банковская сфера в 2021 году получила прибыль 2 триллиона 400 миллиардов рублей. Акционерам «Газпрома» выплатили по результатам первого полугодия 2022 года 1 триллион 200 миллиардов рублей. И сравните затраты на сельское хозяйство 480 миллиардов рублей. Я вам могу напомнить, что акционерами «Газпрома» 16% являются американцы. И как мы собираемся побеждать в этой операции, если финансы Российской Федерации работают на наших врагов? Ситуацию надо менять. В Коммунистической партии Российской Федерации есть все необходимые программы. К сожалению, правительство, финансовый блок пока наших советов не слышит и не прислушивается. Но мы уверены, что только общество может повлиять на ситуацию. И как сейчас общественность поднялась против закона о цифровизации всего общества, о сборе биометрических данных централизованных. Так общество должно подниматься по всем вопросам. Сегодня на повестке дня стоит 37 вопросов. О базовом основном вопросе это отчете министра сельского хозяйства Российской Федерации он уже рассказал. Но кроме этого ряд законопроектов тоже заслуживают нашего внимания. Сегодня, я надеюсь, в конце рабочего дня будет рассмотрен, наконец, законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Пять законопроектов, точнее, разные авторы, разные субъекты законодательной инициативы. Это и регионы, это и различные фракции в Государственной Думе. Но смысл один. Люди, которые вышли на пенсию, которые продолжают работать, не должны быть в данном случае никаким образом унижены, не должны быть лишены права на индексацию соответствующей пенсии. Пенсию они заслужили. И то, что сегодня придумано и реализуется фактически с 2016 года, на наш взгляд является нарушением прав и противоречит напрямую Конституции Российской Федерации, где обязательная индексация пенсии предусмотрена без, скажем так, ссылок на то, какая это пенсия работающего или неработающего пенсионера. К большому сожалению, рассмотрение этого вопроса на уровне Конституционного суда сейчас блокируется фракция ЛДПР, которая не предоставляет дополнительных подписей для того, чтобы была возможность его рассмотрения. Ну, а законопроекты, повторяю, пять законопроектов сегодня, включая, кстати, законопроекты ЛДПР, будет рассмотрен сегодня, надеюсь, будет рассмотрен на заседании. Плюс к этому, сегодня фракция КПРФ внесла ко второму чтению поправку, в соответствии с которой лица, которые были признаны по мобилизации для участия в боевых действиях, точно так же, как и добровольцы, которые отправляются в зону боевых действий, могут и должны сохранять прежние получаемые ими военные пенсии, либо пенсии приравненной категории, то есть это противопожарные службы, МЧС и тому подобное. На наш взгляд, совершенно разные вещи, когда человек в мирное время решает вновь продолжить соответствующую военную службу, и тогда лишение его пенсии вполне понятно и обоснованно, и совсем другое, когда его призывают, когда его направляют в зону боевых действий. В этом случае мы считаем, что пенсию бывшим военным, бывшим милиционерам, бывшим сотрудникам МЧС должна быть сохранена. Сегодня это будет поправка, рассмотрена в рамках второго чтения. Также, как мы поддержим сегодня еще один законопроект, который будет устанавливать размер военной пенсии после второго увольнения военнослужащих, в том числе участвующих в спецоперации. Сегодня очень странная ситуация. Например, человек, который заработал пенсию полковника и вышел на пенсию военную, после того, как он принял решение, либо был мобилизован для участия в боевых действиях, при повторном увольнении будет получать пенсию по последнему званию или по последней должности. Зачастую она бывает ниже предыдущей, то есть, соответственно, он проигрывает при выплате пенсии. Вот сегодня эта несправедливость должна быть устранена, мы ее, безусловно, поддержим. К нашему большому сожалению, тот проект закона, который запрещал приватизацию в земельных участках, где располагались детские лагеря и очень широко обсуждался буквально 2-3 года назад, был кастрирован, извиняюсь за выражение, со стороны правительства Российской Федерации. И сегодня распоряжение этими участками, в том числе вывод из-под целевого, скажем так, использования для детского отдыха, возможен. Для этого необходимо просто сменить назначение имущества. Ну, в принципе, довольно простой механизм, и, по нашему мнению, это будет приводить к тому, что количество детских оздоровительных организаций, детских лагерей будет сокращаться так же, как она сокращается в последнее время. Точно так же сегодня будет рассмотрен блок вопросов, связанных с нормализацией или, скажем так, оптимизацией законодательства на новых территориях. Речь идет о налоговом законодательстве. Эти изменения необходимы для того, чтобы постепенно встраивать системы, правовые системы новых территорий в систему Российской Федерации. И большой блок законопроектов, связанных с ужесточением ответственности за диверсию. Так получилось, что в Уголовном кодексе, учитывая, что фактически эта статья долгое время была спящей и не применялась, она относилась к составу не особо тяжких, а от тяжких. Поэтому сегодня, на наш взгляд, правильное решение принято о переводе этой статьи, последствий этой статьи и отнесении ее к особо тяжким, в том числе и повышении ответственности. Единственное, что, конечно, ряд формулировок, по нашему мнению, требует доработки для того, чтобы применение было четким, понятным и не допускало каких-то там вольностей со стороны правоохранительных органов. Я думаю, соответствующие поправки мы сформулируем ко второму чтению при рассмотрении этого законопроекта. Ну и, собственно, остальные, остальный блок законопроекта носит в основном технический характер, решает разного рода небольшие проблемы, которые возникают при правоприменении. Будем надеяться, что сегодняшнюю повестку мы рассмотрим полностью, включая, еще раз повторяю, базовый или центральный вопрос о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам, за что мы выступали с самого начала, когда она была отменена.